Друзья, добрый день! Мы находимся в пресс-центре «Аргументы и факты». Меня зовут Наталья Кожина, а в студии у нас сегодня Полина Гагарина. Здравствуйте! Красавица и умница, опоздавшая на 10 минут, поэтому требуем срочно объяснений в минимальном формате, просто вот в двух предложениях. Сама продолжаю торопиться, не только жить, но и продолжаю торопиться на всевозможные съемки. График настолько стал жестким, что действительно просто забываются некоторые вещи, потом начинаешь все это как-то успевать, нагонять и так далее. И сейчас тороплюсь на съемки клипа для телеканала РУ-ТВ, который будет, это такой массовый клип самых известных артистов. Мы будем петь общую песню «Скоро премия РУ-ТВ», где я номинирована в самых лучших номинациях, что меня очень-очень радует. Так, в какие там номинации? Я пока еще не знаю, но мне вот так сказали. Самые лучшие, самые лучшие, я так подозреваю, что это, ну, самые важные для артистки певица, может быть, видеоклип, может быть... А может быть, друзья все вместе? Песня, да, потому что в этом году мы славно поработали, то есть не в этом, а в прошлом, и уже в этом мы очень добросовестно и качественно работаем, поэтому очень бы хотелось, конечно, получать за все это и награды. Это очень приятно всегда и очень воодушевляет на дальнейшие подвиги. Ну, а мне приятно, когда к нам в нашу студию маленькую, прекрасную, уютную, приходят люди, у которых столько вот разных инфоповодов, поэтому я просто в начале нашей беседы думала, о чем вообще тебя спрашивать, потому что у тебя просто вот все вот так вот кипит и бурлит. Ну, естественно, я решила становиться на двух звездах и узнать, каково оно впервые выйти на сцену с Жулиным, который, как оказывается, умеет петь. Что ты чувствовала при этом? Как оказывается, умеет петь. Именно так я и шла на первую репетицию, чтобы убедиться, проверить, что, собственно, там меня ожидает. И когда Жулин запел, я выдохнула и вздохнула, наоборот, потому что поняла, что это будет интересная борьба, потому что Жулин не промах. Очень интеллигентный, очень тактичный, дипломатичный, харизматичный, с невероятным тембром голоса и как-то очень тонкий человек, образованный. В общем, все-все-все самые невероятные качества, которые должны быть в талантливом мужчине, в нем есть, и, собственно, талантливый человек должен быть талантлив во всем, это про него. Скажи мне, он тебя слушается, все-таки ты молода, юна, несмотря на то, что ты профессионал в своем деле, вот ты ему сказала так, значит, вот так поем, и никак иначе. Я не говорю так, значит, я говорю, Александр, будьте так любезны, не могли бы ли вы. То есть вы на вы действительно, или у вас такие дружеские отношения? Мы, ну, то есть я еще путаюсь, поскольку я достаточно тоже считаю себя тактичным человеком, я то вы, то когда заговариваю что-нибудь в попыхах говорю ты, он меня все время поправляет, говоря, когда мы уже перейдем на ты, так левше, я говорю да-да-да, потом опять вы, но это исключительно из-за уважения моего, естественно, и даже не из-за возраста, потому что Александр действительно выглядит очень молодо, свежо, хорошо, поскольку он занимается и тренирует молодежь, видимо, он ко всему этому привык. Так, если он предложит тебе участвовать в своем шоу, ну, не в своем шоу, да, а как у нас танцы со звездами, там не танцы, а... Лед и пламя. Да, ну вот, да, и так много. Пламя, да, помню. Ты пойдешь, рискнешь? А, нет. Мне нравится. То есть сначала такие прям дифирамбы я спела Жулину, а потом скажешь, что нет, я не пойду. Это не касается Жулина абсолютно, это касается лично меня, потому что я великая трусиха, и хотя я катаюсь на коньках и достаточно неплохо, для меня встать на чем-то скользком, еще на кого-то в какую-то поддержку изображать то, что мне очень хорошо и весело, это невозможно. Поэтому я лучше буду петь. Не знаю, трусиха ты или нет, вот у нас есть вопрос такой, мне кажется, он провокационный, может быть, тебе покажется нормальным. Очень смелый поступок ты совершила, снялась в мужском журнале «Максим», и вот тебя просят рассказать об этой фотосессии, собственно говоря, для чего или для кого была эта съемка. И, естественно, надпись еще «Вы очень красивая и сексуальная девушка». Спасибо большое. Действительно, это был такой шаг, мне кажется, абсолютно своевременный, абсолютно оправданный, потому что как-то, мне кажется, прошло достаточно большое количество времени, во всяком случае, с 15 лет. Это с того момента, как я вышла на сцену уже для всеобщего доступа, что называется. И все еще, то есть есть какие-то такие оставшиеся стереотипы о том, что я девчушка такая легкомысленная, вот. А эта фотосессия, это как один из вариантов показать того, что я, в принципе, раз, я не девчушка, хотя бы потому, что я мама. Два, показать всем мамам, что после того, как вы стали мамой, можно выглядеть... Есть жизнь. Есть жизнь, и можно выглядеть очень неплохо, сексапильно, не знаю, эротично, и как вам нравится. И все это в ваших силах. Третье, что мне действительно хотелось просто ради себя попробовать, смогу ли я, решусь ли я. И я действительно решилась в этом, то есть по сводкам журнала Максима, это самое, что называется, скромное и... Ох, ох, нет, 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 это неправда. Я знаю, у кого была самая скромная, но у тебя, конечно, потрясающие фотографии. Спасибо большое. Но они действительно, там ничего лишнего. Там ничего лишнего все-таки, да. Можно было бы еще, конечно, постараться, но... Что значит, можно было еще постараться? Ну, что-нибудь такое совсем по... Я бы сказала, для меня еще фотография вообще, в принципе, я очень люблю фотографии, я, если есть время, раньше, во всяком случае, я посещала фото биеннали различные и фото биеннали, посвященные Ню, вот. И это тоже искусство, и мне кажется, что вообще любая фотография — это искусство, вот. Я бы добавила в них больше драматизма, больше какой-то театральности, может быть, поскольку я, как бы, человек из того мира тоже, вот. Но есть еще какие-то критерии самого журнала Максим, которые диктуют свои правила. Поэтому вот мы как-то постарались найти компромисс. И нашли, друзья. Поэтому, да, я вот так тебя немножко подгоняю, потому что, на самом деле... Я очень люблю поговорить, поэтому... Тут еще, вы понимаете, у Полины столько планов, как выяснилось, что надо ценить каждую минуту. Друзья, вы пишете нам в прямом эфире свои вопросы, мы обязательно до них дойдем, поэтому не останавливайтесь на достигнутом. А я хочу прочитать тебе из Екатеринбурга вопрос от леди, которая спрашивает, скажи, пожалуйста, что помогает вам переживать самые трудные моменты в жизни, как вы себя при этом настраиваете и какие мысли у вас в голове, что вы себе... Как, в общем, приводите себя в чувство? Вот так, если вкратце. Ну, в чувство себя каждая добросовестная девушка приводит себя слезами. Потому что для женщины это вполне естественно такой выброс негативной энергии, поэтому, значит, первый шаг, который следует сделать, хорошенько поплакать. Поплакать, пожалеть себя, потом остановиться, потом еще раз поплакать. И вот так вот где-то часа два вы можете провести в слезах. После чего следует холодный разум, то есть вся негативная энергия вышла, а все эмоции и все дурные мысли, и мысленный поток, он тоже прекращается. И начинаются какие-то рациональные, правильные, трезвые поступки. Вот, поэтому советую... И вообще советую действовать. Да, сначала порыдать, потом действовать. Так, а когда последний раз ты плакала, признавайся. Так, когда я последний раз плакала? Так. Так. Слушайте, друзья, перед нами счастливый человек, который не может вспомнить, когда ты последний раз плакала. На Новый год. А я всегда перед Новым годом плачу, правда. Это тоже помогает... Это помогает очиститься, друзья. Да-да-да. Я как раз выходила, помню, на сцену, и мне потекла скупая слеза. Я провожала Старый год, думаю, ну и уходи Старый год, приходи новый, свежий, прекрасный. Вот. Так что помогает, правда. Всем советую. У нас, Александр, мне, кстати, очень нравится, что у нас очень разношерстная такая публика. Обычно у нас девушки такие активные, сегодня мужчины. Ура. Александр спрашивает, каково это ощущать себя знаменитостью в столь юные годы? Ну, во-первых, годы мои не столь юные. О-о-о-о, да, вы мне поверите. Полина, страшная цифра, не говори. Нет, целых 25 лет, я не стесняюсь. Вот, но очень переживаю. 25. Господи, в 21 люди уже, я не знаю, делали какие-то открытия в науке. Ну, в общем, я всегда ставлю просто себе достаточно большие и высокие планки. Мечты мои абсолютно не скромны, и я никогда не боялась мечтать. Мечтаю о самых невероятных вещах, о которых только можно мечтать. Поэтому, может быть, именно это не позволяет мне думать о том, что да, я звезда. Или еще что-нибудь в этом роде, потому что, мне кажется, если только стоит об этом задуматься, что ты какая-то невероятная или лучше других, или ты какой-то пуп земли, или что-то в этом роде, все это сразу быстренько пресекается. Очень надо быть осторожным в своих мыслях, в своих мышлениях, потому что все абсолютно мысли, наши слова, все это материально, поэтому, друзья, будьте очень с этим осторожны. Ну, раз это все материально, то Инна спрашивает, Полиночка, ну, у тебя божественный голос, никуда нам не уйти от вот этих комплиментов в твою сторону. Что бы ты хотела сделать прямо сейчас для себя? Если откинуть вот все обязательства, что вот прямо сейчас тебе хочется? Для себя? Я бы хотела пойти в салон красоты и сделать москву для лица. Слушайте, настоящая женщина у нас сегодня в студии. Ну, приятно знать, что я не одна такая помешанная. Нет, я абсолютно не помешанный человек. В хорошем смысле. Три, или сколько, вот с отдыха, как я приехала, без выходных. А Москва, вы представляете, что за переменная погода, значит, Куба, плюс 30, плюс 40. И на следующий день после приезда я улетела в Ижевск, там было минус 30. Вот, кожа моя спросила меня, где это мой? Почему так холодно? Вот, и сейчас мне очень хочется сделать что-нибудь такое. Освежать. Слушайте, на самом деле, я сижу и любуюсь Полины, вот честно. Она сидит, конечно, намного ближе, чем получается к вам, дорогие наши читатели и зрители. Кожа изумительная, и я просто от зависти тут умираю. Это все, мейкап. Вот все. Так, ну что, Полин, давай почитаем, что нам приходит в прямом эфире. Регина, она спрашивает, когда у тебя будет гастрольный тур по России? Все к этому движется, я имею в виду к большому туру. Ну, точечные концерты, они существуют несколько раз в месяц, я имею в виду сольные, по разным городам и весям. А тур, я думаю, это осень. К этому надо готовиться серьезно. Я все готовлю, и сюрпризы, и все будет по-серьезному. А сейчас вообще график просто какой-то безумный. Естественно, вопрос, ну какой еще можно на тебя спросить, как ты поддержишь себя в форме, боже мой. Сон, кофе. Сон, кофе. Это самая лучшая диета. Кофе, сон, сон, кофе. Друзья, ну не злоупотребляйте очень сильно. Абсолютно. На самом деле, с меня не надо брать пример, потому что я абсолютно не пример для нормальных девушек, которые замужем особенно. Ты вся такая, в общем... С детьми. Я деловая колбаса. Пока. Слушай, мне нравится, это хороший заголовок для нашей онлайн-конференции. Так, спрашивают тебя, как поживает твой сынишка и чем он увлекается? Позавчера у нас выпал первый зуб. Вот, и он пришел ко мне на кухню и сказал, что мама, я взрослый. Все. То есть, вот оно свершилось. Сын стал взрослым. Ну, соответственно, к нему уже стоит относиться по-другому. Я сказала, ну, собственно, если зуб выпал, то и школа не за горами. Значит, с завтрашнего дня к нам приходят репетиторы. Начинаем. Он сказал, да нет, мам, ты знаешь, я еще не очень взрослая на самом деле. Я пойду поиграю. Вот, то есть он еще и хитрый. Сына, вижу, мало, но метко. Да, сразу перехожу к воспитанию. Вот так вот. На самом деле очень скучаю и отдых очень помог буквально заново познакомиться со своим ребенком, потому что столько всего. Кажется, что ты в курсе событий его жизни и каждый день спрашиваешь, что он делал, как он делал и так далее. Ты не боишься какие-то очень важные моменты пропустить? Вы знаете, судя по себе, поскольку моя мама артистка ансамбля «Березка», и ее не было, то есть раньше были гастроли по полгода, по восемь месяцев. То есть она приезжала и каждый раз видела нового ребенка. Раз, ребенок вырос, раз, и еще вырос. Но мы с мамой остаемся самыми ближайшими людьми на этом свете, самыми близкими подругами. И у нас не просто доверительное отношение, то есть у меня нет ближе человека, чем мама. Поэтому, как видите, ничего страшного не случилось. Я и горжусь, и, собственно, очень надеялась бы на то, что мной бы гордился мной сын. Еще один мужской голос прорывается к нам в эфир. Он спрашивает, могла ли бы ты, Полина, связать свою жизнь с простым студентом, работающим по найму? А, собственно говоря, все о том, какой мужчина может быть с такой прекрасной девушкой, как Полина Гагарина. Так, а давай начнем с того, что ты не свободна, да, правильно? Ничего не изменилось в твоем положении? Но я не замужем. Не замужем. Ну, это какая разница? Сейчас все у нас гражданским браком живут. Ну, это все. Вот так вот, я не замужем. Но про личную жизнь давайте не будем говорить. Это абсолютно лишние вопросы. А что касается мужчины, по каким критериям я оцениваю мужчины, или какие мужчины мне нравятся, скажем, мне нравятся. Сильные, мне нравятся. Умные, талантливые, харизматичные, остроумные и щедрые. Все все записали, все все поняли. Очень четко и попали. Могу, да, могу повторить еще раз. Спрашивают себя, кого из молодых артистов, может быть, Иван Дорн, или Влад Соколовский, или, может быть, Нюша. Как вы думаете, кто из них добьется настоящей популярности, и хотели бы вы с кем-то, может быть, посотрудничать из молодых и перспективных? Мне очень нравятся все эти перечисленные выше. Каждый из них в своей отрасли музыкальной, они делают большие успехи. И я за всем этим слежу, сама слушаю и танцую под них. Небольшие молодцы. И я вообще очень радуюсь тому, что, наконец-то, наше молодое поколение начинает действительно вырываться в первые ряды, в первые эшелоны. И не то, чтобы пододвигать метров, а быть с ними наравне. Потому что все этого давно заждались, новых лиц, свежих, энергичных. Вот у нас был вопрос по поводу... Ой, не найду их уже очень много. Время, боже, 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 бежит. Вопрос по поводу того, что в нашей эстраде очень много безголосых. Вот тебе есть что по этому поводу возразить? Потому что понятно, что вот этот термин безголосый, он к тебе не относился, и там было много прекрасных и нежных слов в твой адрес. Но вот что ты можешь сказать про современную эстраду? Мне так видится со стороны, как слушатели, что мы растем, и действительно людей, у которых есть голос, их все больше и больше. Ну, тем более, появился такой проект, голос, все так смотрели. Да, я проволчала уже, но... Все так смотрели. На самом деле, скажу такую странную вещь, но артист — это не только голос. Ты можешь обладать феноменальным голосом, но если ты на сцене стоишь, и на тебя просто неинтересно смотреть, если у тебя ничего нет в глазах, если ты поешь все по нотам, и это получается сольфеджио, восхитительно, высоко, не знаю, филигранно, но на сцене ты ничего из себя не представляешь, то грош цена твоему голосу. Вот. Для меня артист — это, скажем так, много-много разных составляющих. То есть кроме того, что должен быть голос, должен быть талант, должна быть харизма, должны быть глаза, должно быть четкое понимание того, что ты поешь, о чем, что это за история, почему ты это поешь, и вообще, почему ты вышел на сцену. В общем, разные вопросы, зачем, почему, которые задаются, собственно, и в театральных институтах, и вообще человеку, который думающий, желающий, любопытный и так далее. Поэтому, например, Шульженко. Там не было какого-то просто невероятного голоса, или не было какого-то летящего пятиоктавного диапазона. Нет, ничего. Но она, Клавдия Шульженко, и мы знаем все, почему. Или Валентина Толкунова тоже. Ну и Полина Гагарина. Скромно я так добавлю. Хотя, на самом деле, прекрасное сочетание и голоса, и таланта, и внешности. Говорю это все от себя и от тех читателей, которые пытаются прорваться к нам в эфир. И обобщая, чтобы нам поставить какую-то точку, потому что, на самом деле, время 20 минут с тобой просто... Обалдеть. Да, и пролетели. Зачитай вот что. Полина, вы очень красивая и сексуальная девушка, и желает вам получить золотой граммофон и не терять своих прекрасных качеств. Это вот если, в общем, вот так вот резюмировать, потому что там вот такая вот ода. Друзья, у нас была Полина Гагарина. Можно я передам один привет? Потому что у меня бесконечные прямые эфиры идут сейчас, а, значит, я читаю записки своего фан-клуба, и все опять не передала нам привет. Так что, дорогие друзья, дорогие мои поклонники, невероятные, самые любимые, самые прекрасные, и все, что можно о вас доброго сказать. Спасибо вам огромное за то, что голосуете, за то, что постоянно пишете, за то, что так прекрасно ведете группу. Я слежу за каждым сообщением, правда, по ночам прихожу и проверяю все сводки, что там со мной произошло, как вы сфотографировали меня, вот, как вы проголосовали. Так что, на самом деле, все наши победы, это в том числе и благодаря вам, и вы в это вкладываете огромные усилия, и спасибо вам за это. Целую вас. Друзья, вот ничего больше не добавишь. Полина Гагарина была у нас в гостях, спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok